Это пока меня не устраивает. Как мне скажет юрист, что его еще не устраивает, тогда мы будем подписывать этот документ. Жильцы квартиры номер 6, где 7 ноября произошло обрушение кровли, после проведенного ремонта не торопятся подписать акт приема. Объясняют это тем, что выводы о пригодности жилья к эксплуатации должна делать специальная комиссия. Здесь был проведен сначала восстановительный ремонт, это заменены или установлены по новой балке, соответственно, полы, балки перекрытия. Отделочными работами мы довольны, они соответствуют тому, что было у нас до обрушения. Но новые обои, которые поклеили нам на старые стены, не делают дом неаварийным. Отделочные материалы семье позволили выбрать самим, так что внешне квартира выглядит весьма благополучно. Однако глава семьи Юрий Золотов сам по профессии строитель, и по его мнению при ремонте были нарушены строительные нормы и правила. Но расстояние между балками метр. По всем снипам, по всем нормам, балки должны на такой длине стоять 60 сантиметров. То есть этого сделано не было. То же самое потолок. А соответственно и конструкция оказывается не такой прочной, как хотелось бы. К тому же в письме от жилищной инспекции написано, что эти самые конструкции ограниченно работоспособны. Что значит эта формулировка, людям не объяснили. Ремонт был проведен на кухне и в одной из комнат. Другую обещали очистить от грязи, оставшейся после обрушения. Вот смотрите, как нам помыли стены. Тем не менее, чиновники считают, что в этой квартире было сделано все, что необходимо. В четверг ее подключают к газу. В скором времени семье предстоит возвращаться домой. Правда, пока о сроках выселения из гостиницы людям не сообщают. Возвращаться семье придется в голые стены. Вещи пропали под завалами. А денег на то, чтобы сразу оборудовать всю квартиру, у них нет. Здесь стоял наш диван. Здесь ребенок у нас спал. Компьютерный стол, игрушки, соответственно. Сейчас ничего нет. Чувствуется запах шлака, пыли, грязи. Я не знаю, как всегда ребенка проводить. Мне страшно. Семья подала заявку на компенсацию ущерба в размере 800 тысяч. Деньги нужны, чтобы купить хотя бы самые необходимые вещи. Кровати, матрасы, стулья. Пока ничего нам никто не ответил. Да, будем судиться. Обратиться в суд планируют и соседи семьи Золотовых. Квартира номер 8 при обрушении пострадала не так сильно. Зато исправляться с возникшими проблемами людям приходится самостоятельно. Мы обратились к тем, что здесь у нас было большое пятно воды. Где-то около 30 литров они вылили воду через люстровое отверстие. Но так как эта вода стояла в течение недели, пошла плесень, грибок вот этот образовался. В третьей квартире, где 7 ноября погибла женщина, продолжаются строительные работы. Что касается всего дома в целом, то по заявлению администрации капитальный ремонт в нем будет проведен в следующем году. Однако пока никаких подтверждающих это документов жильцы не видели. Поэтому, что будет со злополучным домом дальше, не ясно. Однако очевидно, история пока далека от завершения.